Всем привет! Сегодня 16 июля, воскресенье, довольно-таки пасмурно, но несмотря на это, очень много людей на пляже, на нашем любимом Алиса Бич. Играет музыка, парковка битком, запах шашлыка, немножко прогуляемся. Я вчера вам рассказала историю про доктора, которого отчислили из резидентуры за то, что он публиковал посты в поддержку войны на Украине, собирал на нее деньги, писал личные в сообщениях угрозы украинцам. Вся эта информация была записана, передана программному директору, и мальчик был уволен из резидентуры. Остался в России. Многие возмутились и написали, что нужно было его и в Россию отправить. Я совсем забыла, что вы не знаете о том, как вообще проходит процесс отбора докторов в резидентуру. Подавляющее большинство international medical graduates, типа меня, которые окончили иностранные медицинские школы, они даже ни разу не были в США. То есть все экзамены они сдают в прометриках, которые находятся в тех странах, которые есть. Наши ребята, как правило, сдают либо в Армении, либо в Турции, либо где-то в Европе. Потом подают после сдачи трех экзаменов, степ 1, степ 2, A and OIT. Они подают документы через систему ERAS для поступления в резидентуру. Отбираются еще по поводу писем и докторов. Проходят телеротации, то есть это тоже онлайн. В зуме получают рекомендательные письма от докторов и все эти документы загружают в систему. И таким образом отбираются в резидентуру. То есть для этого необязательно быть в США. После подтверждения места в резидентуре получают визу либо J-1, либо H-1B и приезжают в США. Таким образом этот доктор прошел весь этот процесс, получил визу. Но поскольку ему было отказано в резидентуре, он сюда приехать не смог. Что еще хотела сказать. Сейчас идет массовый отток врачей в США и страны Европы. В том же первом меде, чуть ли не с первого курса, все ребята готовятся к поступлению в резидентуры за границей. В частности в первом меде, как правило, это Чехия, Германия и для особо одаренных это США. Например, когда я училась в 90-е годы, у нас не было такого массового оттока, у нас вообще не было разговоров о том, чтобы уехать. А тут меня просто просили поговорить с молодым человеком, который учится на втором курсе. Он сказал, да у нас все хотят уехать, у нас никто в России, никто адекватный работать не хочет. Это еще было до войны, год назад. То есть тенденция такая, что все первый мед или Сеченский медицинский университет, он сейчас Сеченский медицинский университет, это элита российской медицины. Они сами говорят, что мы, как никто другие, понимаем, что надо валить. Так что ко мне никаких претензий, у меня таких мыслей никогда не было. Я уехала совершенно по другой причине, предварительно отработав 15 лет врачом без единого больничного в российских поликлиниках и больницах. Но вот молодые доктора сейчас, уже еще обучаясь в УЗИ, сдают экзамены и стараются сразу по окончании уехать в США в резидентуру. Даже не идут в российскую ординатуру, потому что не видят в этом никакого смысла. К сожалению, это безобразное положение дел в российской медицине, в образовании еще хуже. Но как есть, так есть. Я ничего не придумываю. Еще раз хочу развеять миф о том, что якобы для того, чтобы быть врачом, нужно, чтобы было гражданство. Ничего подобного. Ребята сюда едут по G1, студенческая виза, либо по рабочей визе, потом меняют свои статусы и остаются в США. Нет, есть, конечно, тот же Мельников, который вернулся. И мне моя коллега рассказала, был у него знакомый мальчик. Он прошел резидентуру в США и вернулся, и живет, работает в России. То есть такие единичные случаи, конечно же, есть, но они единичные. И на самом деле было бы очень хорошо, если бы врачи набирались бы здесь опыта и со своими знаниями приезжали и продолжали работать в России, так сказать, привнося что-то в новое в российскую медицину. Но, к сожалению, учитывая уровень зарплат докторов в России, при аналогичной квалификации, даже в Москве, доход будет минимум в 10 раз меньше. Я молчу про регионы. Поэтому, естественно, обратно никто возвращаться не хочет. Хотя та же G1, она подразумевает, чтобы люди обратно вернулись. На то она и G1. Это обменная виза, на два года дается. Но, тем не менее, потом вейфер заполняется, и люди остаются. Пять лет отрабатывают в таких, так сказать, сельских регионах. Здесь тоже такие программы есть для того, чтобы остаться в США. Обратите внимание, сколько людей, несмотря на столь пасмурную погоду. Люди отдыхают. Поэтому не надо думать, что я там что-то поддерживаю. Я ничего не поддерживаю, никакую войну. Но от меня, к сожалению, и от большинства из вас ничего в этом мире не зависит. О, какая знойная мулаточка. Везде играет музыка. Надеюсь, у меня не будет нарушений авторских прав. Обратите внимание, сколько людей. Я не знаю, зачем мне куртки надели. Я иду в майки, мне очень тепло. Ветер теплый, вкусно пахнет шашлыком. Обратите внимание, это штука для шашлыка. На нее кладется шашлык и готовится. Он даже на гитаре играет. Видите? Такой вот отдых по-американски. Сегодня, кстати, нет никакого праздника. О, парковка. Уже народ постепенно разъезжается. Надо будет мне найти еще пляж с подобными качелями, чтобы нам с вами было повеселее погулять. Вон кто-то музыку включил и кайфует. Так что второй день невезения с погодой. Но, тем не менее, все равно людей много. Так, не вижу свою дочку. Куда-то она там сбежала. Я сказала своей старшей за ней смотреть. Она не смотрит. Наверное, на качелях. Да, вон на качелях с лопатой бегает, пока старшая качается, хулиганка. На этом все. О, кстати, посмотрите, какие домики симпатичные. Прямо на берегу. Видите? Единственное, что многолюдно, но, тем не менее, прямо на берегу океана. Волны сегодня не такие красивые, как вчера. Но все равно симпатично. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.